привет youtube с вами там патрикеев и новая серия по real politics что с продолжаем ладненько так ангола маловато войск ну да ничего слова да ангола всегда одна из первых как раз коммунических стран африки одна из первых у них разки там своими татаре 3 стоял потому что он тяжел с петом сейчас они там более-менее идут демократию в этом все равно конечно справится дело с авторитаризмом но уже так и таких жестких реакций как раньше у них уже нет да и в свое время не забывали на независимость от португальцев ну хоть собственно и понятно у анголы и отселение в общем португалии что собственно чего тут спорить потому что португальцам была довольно таки вторая армия с лазаро ее особо не реорганизовывал по большей части португальская армия была выражена старыми типами вооружений американцев или германцев и то реально старыми еще до еще до второй мировой войны то есть до военной военной вооружением она была все времена вооружена а все потому что в свое время с лазаро продавал огромное количество альфрама немцам они же посылали португальцам свое вооружение похоже система была с немцами и греции то греции посылала им сельхоз товары ну да а вот португальцам получали американское вооружение из-за того да и британцы в том числе из-за того что в свое время собственно азорские острова или же мадейру они предоставили думать им государством дальше в общем союзникам как 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 плацдарм или наступление на театуре немцев разрешились по там союзников там квартироваться скажем так бандунду нового государства релесно ну войск у них никаких особо нет ну понятно даже африка было бы странно если они были сильными ой бурундия и руанда да это одни из самых бедных стран мира бурундии если я не ошибаюсь находится на третьем месте по бедности если даже не ниже а в бедный очень странно но сейчас я забыл что население у них там огромное ну для их территории там население просто огромное несколько миллионов на такие мелкие территории им не хватает ни еды ничего либо еще потому что у них более долго говорили диктаторские режимы к тому же не партика торги а прямо в смысле этого слова одни психи управляли из уганды ничего него не вышло и танзания в одиночку и всю его армию отгромила очень быстро в одиночку развитые страны не танзане не помогали ну то есть не успели помочь танзания сам очень быстро с ними разделываются да вообще в африковиче много было таких психологов диктаторов было счастье это из-за того что африка получила независимость от европейских государств и сразу у них упал уровень жизни потому что европейцы заботились о африканцах нельзя сказать что прям очень сильно но по крайней мере как-то заботились ну когда европейцы оттуда ушли то африканцев опять же с ним стало очень плохо жить и под влиянием всей этой бедности и прочего у них возникали такие диктаторы первый диктатор либерии чайрус тейлор если не ошибаюсь его так звали он к примеру пришел к власти еще когда был обычным офицером то есть даже не старше на реально обычного лейтенантом если не ошибаюсь он провернул госпереворот успешный если не ошибаюсь это баллон но нам не менее нет неправильно у них там был один был один мужик он проявил проявил переворот дабы лейтенантом потом началась городская война под руководительством чарльза тейлора тейлор захватил власть в либерии да он захотелось либерии стол и президентом с ним еще связано интереснейшая история то что мол на выборах он по быть как бы это была демократия как бы и на выборах он получил сто двадцать шесть процентов голосов что он вот 6 вот мастер пластификации просто мастер до нас славился многим чем он был также каннибалом как и многие там уже собственно наверняка он был бы до сих пор управил бы спокойно себе в либерии если в свое время не появились на сфере леоне то есть если берем сюда он поддерживал здесь террористов если мы это этим были занимался по естественно скорее всего он бы чуть подольше сквозь власти но раз этом странам это не понравилось что там он весь сфер леоне и в общем-то его очень быстро сверкли после этого насколько я помню столица республики конго находится вот здесь демократическую республику вот здесь где-то они здесь но ладно как и говорят интересная история с конга изначально конга была как бы едино под руководством бельгийского короля леопольда но потом вообще когда бельгия сликал не здесь потеряла кстати говоря колониальной политики леопольда самой самой самым конга на момент когда он территории присоединил в бельгии проживала 20 миллионов африканцев концу правления леопольда на кого смерти на этой территории проживало 10 миллионов африканцев не потому что он их вывез в европу нет он и просто уничтожил тотальном геноциде не глупый был человек ну просто конга конга получил независимость получилось конга мгновенная т.к. одна часть конга самой большой преобразовалась за ир потом за ир за расформировался а другая превратилась в как раз таки другую республику на который он здесь хотя не знаете здесь не прав вот за ир вот это как раз таки дело было за бельгии а вот это это было за британцами уже или нет путаницы в общем я не особо знаком с историей этих американских старств что более-менее истории ливии и эфиопии более-менее что с ними знакомы с этими как-то особо не интересовался лесу на чем интересоваться на больше эти что у них и было они были колонии потом они очень независимость у них была бедность были бешеные диктаторы потом была дипократия опять все бедные конец вот вся история большинства африканских стран весело не правда ли габонами только одну пехоту вы понимаете у нигерии свой блог прелестно герри кстати говоря у нигерии тоже есть гражданская война но не в таком таких масштабах как в том же афганистане но все равно она имеется то есть там есть во все нигерии расставлены ячейки даиша него собственно у них ведется такая ну да как мини гражданская война можно назвать самой нигерии похоже система работает в мали у них там тоже гражданская гражданская война но хотя у них большей части мали то есть есть как признанное правительство большая часть у них иммиграционная то есть я сейчас там порядок наводит французы и мали составе французского иностранного региона они там большей части наводят порядок ну понятно регионеру всегда посылает само пекло ведь кому нужны иностранцы да никому сильное наступление отлично в нигерии нигерия кстати говорят наиболее развитых стран в африке уступает она конечно той же южная южной африке или же как сказать по тому же египту но все равно то есть 30 государства она является вот всех этих милких является наиболее равным в экономическом плане очень много инвестирует промышленности конечно ну опять же так нигерия все равно очень бедная страна но одна из самых богатых среди самых бедных скажем так стран мира войск у них могут соведомить и но у меня больше так что все нормально даже мир заключен до 5 кого и засаде уничтожили мир опять я могу заняться всеми странами которые защищались нигерии камеру внутренней монголии у меня она защищенный фронт я же укрепляю получается ема даже марокко и алжир пришли сюда релестно неправда ли да пусть будет найти акратия вы нас пространяйте стены веру какую-то не помнишь какую веру из битмерси постранять какую-то может гиллер а обрислять немцы решили кто их знает хотя ты кого это глупый остался что-то судьбы всему нет но почему здесь нельзя вернуть старый добрый триколор черный белый красный плесень же имперский плак давай корректориальная глинея уничтожайся где говоря вот это круто реальный глинея это одна из многих государств который лежала испании в африке то есть в африке испанцы испанцы принадлежал краски в это глинеем и еще вы здесь западная сахара здесь есть не официальное государство западной сахар сейчас его нет но на старых картах она отмечена вот у меня к примеру в комнате есть карта на нем а это зараз отмечено она не является признанным потому что его свое время оккупировала марокко но все равно есть республика сахара не республика западная сахара которую в своей ряды приняли страны арабской лиги насколько я помню то есть даже незавно произошло марокко из-за этого протестовали но сделать особо ничего не смогли никак марокко и правда территория просто взяла оккупировал при этом довольно таки умело тогдашний король марокко хасан дураком не было вместо того чтобы посылать туда свои войска он послал мирных жителей точно собрал где-то 2 миллиона женщин детей и стариков и послал их таким походом заходу сахару никто им естественно сопротивляться не стал тоже будет женщин и детей убивать таким образом западная сахара стала территория марокко вот не глупым не глупым человеком был а вот хуан карлос король испании был глупым человеком да и да он им и остается он жив как никак он им предоставил независимость западной сахаре от испании хотя при этом и сами не к независимости просто не были готовы надо понимать большинство всех этих стран они и американских они были не готовы ко всему этому делу ну я имею ввиду независимость они за независимость конечно воевали но не все многим нравилось то что они находятся на уровне колоний многие воли не против но я эти страны за своего как бы гуманизма естественно решили их освобождать и по большей части делали только хуже его людям просто не хватало по большей части ни денег ни еды европейцев снабжали независимость получения демонстрации пацифистов уничтожить пацифисты огромных дураки кстати говоря вот тут довольно кисть интересное дело большинство вот больше за своем очень много есть под эти самых ног хиппи как раз таки они пацифисты но при этом они атеисты если они атеисты почему они пацифисты потому что ну если человек религиозен то понятно почему они будут носить вред другому человеку потому что им удобно запрещают хотя и опять же таки как как их растолковать примеру в том же евангелия довольно ясно сказано что некоторых людей нужно просто уничтожать но имеется ввиду или христиане и вот там еще пол не помню уже исчезну давно его англии читал нужно перечитать кстати говоря мой любимый мой любимый вариант в англии это от махи от маткея по мне самое интересное так область но 100 губер с луи кости забираем дальше нахват насчет атеистов и хиппи но серьезно почему если и не бабы не запрещают носить вред человеку то почему же они не наносит вред из каких-то гуманных соображений но и какая разница если они считают что после смерти человек просто испаряется будет пустотой то почему бы не наносить кому-то вред вот так присутся профсоюзов ну давайте профсоюзы я против профсоюзов и противник из-за них из этих профсоюзов не проблема возникает всегда вообще за всех этих организаций лишний контроль пропадает потому что эти членские взносы веселуха не правда ли собственно у меня даже девушка служила советская армия хотя он кстати говоря вот он всю свою жизнь был полковником он им оставался он стал полковником получил дозвание еще в российской императорской армии еще до первой мировой и советское время он оставался полковником все это время в плече крайне простой он не ступал в партию вообще ни разу ему очень много раз предлагали настаивали но отказывался хотя может это потому что что в свое время служит был чекистом таких тоже не очень любили без другой стороны он был поляком и советской армии настал служить ну не считать чекистского движения только начиная с тридцать девятого года может поэтому но после своей жизни был парковником но большая жизнь даже генерал не выслужился другому моему девушке удалось заслужился до генерал-лейтенанта гдр а я же до этого он отсидел лет восемь в как разки советских тюрьмах как-никак он во время войны участвовал на стороне германии успел сидеть как раз таки участвовал строительстве канала имени москвы там использовать как раз таки военнопленные немцы но потом 53 году он был освобожден он не вот прям высокопоставленным офицером но собственно как сказать влияние кое-какое доимел и сейчас третьем году его как и многих других более или менее высокопоставленных в церкви просто свозили и большинство отправились в фрг но он решил остаться в гдр он никогда не был коммунистом но он говорил что уж собственно есть такое выражение то что мол белые они говорили то что мол хоть с чертом доплатим большевиков а моя же говорил по-другому пусть большевиками да против либералов ну демократ в общем-то он их терпеть не мог чел что из-за них собственно все упало как-никак он вырос во времена вимаска республики прекрасно понимал что такое демократия по-хорошему довольно мощная германская империя была вимаска республика экономическая ситуация просто был полный крах если вы не гидлер ну что вы понимаете германии бы на варене как-то либо смогла бы встать на хотя не обязательно гидлер ямар шахт министеру помощь не станучим он помогал кто даже организовывал банки я не понял как он назывался рейсбанк если не ошибаюсь организовал он отказывался и на благодаря шахту германии казалось вот за 2 стандарта который собственно очень плохо влиял на экономику пример так же интересный факт то что сам за отцового забыл станут стандартным в общем страны оказались тоненьким ну пусть первой мировой войны и сам сорт как долго его удерживал зато стандарт это было как раз таки нидерланды они чем долго удерживали неплохо австралия пола домки быстро европа интересное название для планеты эй куда так и стафлика не закончил и чего сейчас нужно взять стихи на наступление само собой не гир остался такой прелестное название которая которая при этом сша очень не толерантно произносить для большинстве стран западных это стол произносить нельзя нигер хотя кстати говоря в а я не имел ввиду что он нигер я просто имел ввиду что он наверняка гражданин нигера такого государства неплохое оправдание кстати говоря можно было придумать а вот нигере одна провинция а вот от индонезии серьезно но здесь удивлен на самом деле стихи наступление да маленькая зарастая постепенно захватывая прелестная разрушенная разрушенная структура без проблем могу ее подчинить мне не сложно стихи наступление 67 год я уже захватил уже полмира неплохо морок и струкбок неожиданно салжим от начала разберусь генерал неплохо но все тоже стихи наступления а и так уже нельзя подождите вот что есть свой альянс с малым жиром прелестным как раз таки уничтожил что он вмешался с ими альянсами на счастье бул-бух устроен мяч от него где бул-бух а ладно без глуха обошлись ладно наконец-то там алжир да какая странная захватывая французы в свое время захватывая алжир с севера сначала схватили все это дело потом больше ниже и ниже и ниже а я же наоборот с юга у них наступаю прелестно область отлично полностью оккупировал жир на термарок он уже сам разобраться я опять на первом месте удивительно я молодец давайте не вовремя заключить м интересно разворачки знаешь столица марок находится на ракеше ну ладно будем считать что это раки кулебяки к тому же игра начинается в двадцатом году не считаешь за три года марокко догадалась принести свою столицу на север то кстати довольно таки невыгодно за близости с испанцами и британцами и португальцами ну ладно ну ладно и кстати говоря вот минус этой игры что из этих блоков к примеру если у сша есть свой блок то ну к примеру блоки сша не на есть польша если вы напали на польшу то после победы вы можете требовать только провинции сша вот это грустно и вдруг мне в территории сша вообще не нужны а вдруг ну так то и сделали ну ладно ничего западной сахарии пожалуй ну независимо с ними конечно не дам но освобожу их от марокко от марокко ну марокко жилось почти нет штаты европы ну не смотря на нас по стороне вполне европейских идей по континенту встреча слишком опована слабой чтобы предупредить их жизнь самое время в себе показать мы должны привести европу к единственной какой даже силы как это так всех армии без проблем я в динтере европа кстати странство со звездочками ну почему я все равно салатовый мне грустно я не хочу быть салатом конечно можно поменять цвет в настройках ну не настройках я имею в любом этих файликах играть в среднем у меня нету зрячку здесь из-за этого грустно так быть европиа хлопаю стоя просто такое название ай эти звездочки ну почему смешнейшие штаты европы но у меня каталитарное государство маски на что не могут рассчитывать так это на то многие и то очень сильно урезаны ну ладно ничего все равно все это лучше чем тот группы фраг германии флаг германии в первую очередь мне он не нравился даже это лучше тунис действие прекращает что ж можно взять тунис как это сделали все время французы а впоследствии кстати говоря и немцы ведь немцы брали тунис в будущем уже французы поднимали и 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 мы больше 1000 ленец армии неплохо и наступлением в Луанде нет запасов нефти и серьезно там нет запасов нефти если у них были запасы нефти они были бы чуть-чуть побогаче у них нефти там нет и они закончились ладно давайте Мальту перед тем, как напасть на Египет Наполеон взял в Мальту независимость космоса Марс жуть они независимость хотят индиоты я же их могу очень быстро уничтожить при мне целая планета а за ними только одна маленькая вот эти мелкие планетки малоразвитые наполеон сначала прожрал конечно Ливию но я же не буду идти его путем я же выиграю наступление стихийно естественно ой вот как я понимаю так еще раз давайте еще на фронт Синай так дальше ну ладно еще две войны против Египта и он должен пасть Албания с ним в союзе вот вы страны опять стихийным наступлением давайте с ним нужно заканчивать ну вот Каир пал эх со временем положи Каир у нас 100 километров а Ромель подошел к нему на 100 километров но потом был вынужден наступать из-за того что у него просто не попало топливо бедненький эх ведь кстати говоря многие Ромель обвиняют в поражении как раз в африканской компании хотя в этом очень сильно виноват Гитлер потому что когда Ромель требовал от него топлива Гитлер сказал у нас не хватает топлива разбирайтесь сами потом Ромель требовал от Гитлера чтобы тот согласился на наступление войск на их эвакуацию на Сицилию чтобы впоследствии вообще изначально помочь таленцев в обороне Италии а потом уже снова высадиться в африке Гитлер отказывался ну и вся армия была по лице разбита а бедный Ромель как вы знаете покончил с собой впоследствии но его участие его уличили в заговоре 44 года хотя в нем он не участвовал ну и при нем был при нем был выбор либо убить себя то есть проглотить специалисты Калий и остаться генералом или маршалом Лимбо же над ним будет произведен военный суд и всех своих почтей и орденов он будет лишен и даже если выживет то естественно всего своего дела будет лишен ну он выбрал смерть генерала ну собственно его можно понять а это не глупый человек был такого человека потеряли где они моторизованной войны заметьте у меня такой цвет в Сомали похожий а у Сомали даже центральной власти нормальной нету у Сомали сейчас есть две наиболее таких централизованных власти это Сомалиленд это такое демократическое государство где-то вот здесь ну вот здесь и конечно же старые добрые террористы готовы управлять всей остальной и они еще наиболее централизованы среди остальных ведь еще есть пираты Сомали есть другие мелкие сомалистские организации в общем в Сомали этот полный крах потому что все эти пираты сомалийские они они так расположились прямо блистуют по каналам где можно торговать но конечно учитывая то что все эти сомалицы они плавают на обычных катерах даже часто на обычных грибных лодочках прям большого гроза не предоставляют но иногда на какой-нибудь туристический кораблик они напасть будут утревать выкуп Эпилопия тоже не самая богатая страна по большей части из-за своих бывших правителей монархов у них там было два монарха последних один был на Танасе второй был Хайли а второй был Хайли Сила Сиа если я не ошибаюсь войск так его звали расстрелил последнего правителя Эпилопия он который был предпоследним он конечно очень сильно повлиял на Эпилопию но в том плане что он запрещал реформы не проводил он запрещал проведение запрещал нововведение а вот Хайли Сиа Сиа и Сиа 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 его так звали то мы последний правитель монарх вот он уже реформу проводили но это его все равно не спасло итальянцы заняли Эпилопию но после войны Эпилопию уже не захотел оставаться монархической вот и все как пола довольно таки древней эфилопской монархии которая пока по преданию ведется вплоть от царя израильского Соломона эх стихия наступления на джибути лучшую военную базу Франции войска конечно луна луна процент ну вы понимаете счет какой огромный и недовольство в минусе идет отлично да через захвату ну ладно поздно завершу вот практически вся каприка взята все окрашена в целом цвет ладно еще раз спасибо за просмотр пока пока